Итак, приветствую на моем канале. Сегодня мы очень коротко поговорим про героя Дрогул Костлявы. Это легендарный герой класса поддержки из фракции племена Огринов, имеет стихию духа. Оценки здесь на самом деле достаточно неоднозначные, но нужно понимать, что герой класса поддержки, он либо специализированный, либо он рассчитан на все-таки какой-то вот длительный затяжной бой, здесь нету какой-то секретной кнопочки, какой-то функции, которая там за один удар позволяет пройти всю игру. Здесь нужно подбирать команды, здесь нужно все-таки иметь большой выбор каких-то героев, чтобы формировать, исходя из того, в какой режим вы пойдете. Воины фракции здесь однозначно пятерка, на владыку демонов вот так же можно водить. Вот защита на арене, можно четверка, атака скорее нет, потому что герой не рассчитан на быстрые, ультимативные какие-то победы, и это герой для таких затяжных, серьезных боев. Главы компании четверка, дракон четверка. Мне герой понравился, вот плата ледяного голема, ну тут даже можно пятерку поставить. Гнездо паущих я не могу сказать, что он там бесполезен, по моему мнению четверка, лабиринт Минотавра четверка, замок лава рыцаря, ну здесь он будет менее полезен, чем в остальных режимах. Цитадели я все могу поставить, оценить достаточно высоко, потому что этот герой влияет на выживаемость команды, соответственно в цитаделях его можно водить. Да, если он будет не в цвет, он будет забирать на себя часть внимания, часть фокуса, можно сказать врагов, и тем самым спасать будет вашу команду. Да, в принципе, почти в любой режим его можно брать, здесь гнездо паущих я в какой-то мере даже не согласен, но он может там справиться и может помочь. Другое дело, что это легендарка, и скорее всего, имея такого героя, и имея книжки и ресурсы для его развития, вы скорее всего имеете героев как минимум не хуже, а то и лучше, которые будут справляться в тех режимах на более высоком уровне, и скорость прохождения будет заметно выше. И переходим к навыкам. Удар ко столом. Атака по врагу с вероятностью 20%, при аппе, как видим, можно до 40%, это всего лишь навсего оглушение на один ход. Это не ультимативно, это не то, что там сверх быстро поможет вам где-то зарешать. Для военных ракций, да, если вы проходите на 3 звезды, вручную где-то там выцеливаете, высматриваете, конечно, может сработать. Но в таком случае метка должна быть выше. Тёмный завет. Накладывает на команду бонус атаки 50%, бонус защиты 60% на 2 хода, также накладывает блок урона на один ход, на союзников, которых меньше 30% здоровья. Рунная молитва. Здесь мы перезарядку можем сократить и получить её более-менее комфортную, как для навыков, которые дают щит. Накладывает на команду щит 15% своего максимального здоровья на 3 хода. Казалось бы, 15% ничего такого сверхъестественного. Вот здесь есть пассивный эффект. Лечит каждого участника команды на 15% своего максимального здоровья. Каждый раз, когда щит, наложенный этим навыком, перестаёт действовать, снимается, либо разбивается врагом. Союзники также контратакуют врага, который разбивает их щит. Когда щит разбивает, лечит союзника до того, как он получит дополнительный урон. Да, это интересно, это помогает вытягивать вашу команду в случае, если ещё зарабатывают блок урона на героя, который заметно тоньше и который имеет риск, шанс отлететь. Вы его, соответственно, вытягиваете. Аура здесь плюс 25% здоровья во всех боях. Как видим, носит вот такой вот артефакт он с собой. Там все эти бафы у него, по-видимому, хранятся. Что можно взять из новой механики дары? Здесь я бы взял, наверное, грозную силу, потому что она даёт защиту, и потом есть возможность получить здоровье. Она работает только на легендарках. Непика вы не возьмёте вот эту третью, можно сказать, строчку. Можно взять ещё, смотрите, что, что, что это из вкладки свет, либо вот война, даже не знаю, мгла, ну, от костяной броня. Ну, здоровье даёт. Слои костяной брони. Это всё повышает выживаемое. По талантам, смотрите, здесь в какой-то мере даже более понятно. Здесь мы выходим просто на ВДМ. Если мы идём в воины фракции, нам нужно будет сильно бить босса. Если у нас, например, Уга, либо тот же Граша, молотобой накладывает паразита, мы будем с ВДМа вполне себе серьёзно отхиливаться. Здесь можно подмогу в прок взять. Подмога в прок, она не работает на блок урона, невидимость возрождения и насмешку, но она работает на бонус защиты и бонус атаки. Здесь всё предельно просто. По ветке поддержки я, можно сказать, даже не прокачивала до конца. Я взял упорность, это здоровье, потом нам нужна сила счета лечения, сила счета лечения, книжка для того, чтобы раскрыть максимальный потенциал артефакта. И по его характеристикам. Здоровье 83 тысячи, но это не самое ещё большое. Защиты, кстати, маловато. Скорость 244 неплохо. Например, сопротивление мне не удалось сделать. Очень большое, но крит шанс, крит урон, меткость, в принципе, здесь нам сейчас не критична. Я на его оглушение с первого навыка не очень рассчитываю, потому мне главное выживаемость. Я всё вложил в скорость, выживаемость, но при этом шмотки мне не сказать, что какие-то топовые. Здесь у нас здоровье, здоровье, скорость. Баннер племена угрена вообще пятеранговый на здоровье. Можно взять в теории на сопротивление, ещё и шанс получить обычный удар вместо критического. Тут взять допроки в скорость, в здоровье, и в здоровье процент. В общем-то, также играбельно всё это реализуемо. Поскольку воины фракции на этой неделе для этой фракции у меня не получилось записать видео, я возьму в какой-то другой абстрактный режим. Его можно даже, например, взять его в режим можно взять в гнездо паучики. Я не думаю, что он там что-то испортит. Вот у меня есть такие подозрения, что он там может вполне нормально ещё и поиграть. Здесь у нас классический состав. мы берём этого товарища и, в общем-то, никакие автобусы я не настраивал. Смотрим, что он там может. Если вы хотите просто пройти какой-нибудь условный этаж, там 20-21, то вполне его можно туда взять. Хуже он точно не сделает. Паучков он не трогает, соответственно, механику выжигания здоровья нам не портит. Если он даст какую-нибудь условную защиту или даст щиты, страхолюд тоже даст щиты. Это повышает выживаемость команды. Плюс, если он будет не в цвет, паучки на него загорятся и, скорее всего, очень быстро его всё равно не убьют. Если одеть его в кражу жизни, сет или в сет бессмертия, в сет какой-то регенерации, он будет лечиться. Если тут прокнет паучик УВДМ, он вполне себе восстановит здоровье, которое ему сняли яды. Даже если не в цвет, всё равно он будет что-то изображать. что-то что с ним, что без него не сказать, что что-то стало хуже или лучше, но всё-таки выживаемость это чуть-чуть подняло. Я этот режим тяну, мне в принципе не сложно, но если вы не можете даже до 20 этажа дойти, у вас есть какой-нибудь саппорт, вы можете взять и проверить, потому что сказать, что он полностью здесь непригоден, я не могу. То же самое можно и в цвет он вполне себе свою какую-то функцию роль может выполнить. Это при том, что у меня есть страхолюд, который накладывает и щит союзников просто щит от своего урона. Если вместо страхолюда будет использоваться какой-то другой саппорт, то желательно в принципе и щиты такие вот накладывать тоже умничает. Если вместо страхолюда взять, даже не знаю, Традижа Бомор тоже может накладывать щиты. Есть герои, которые там чуть-чуть хуже и может быть там Дропул Кослявый может подстраховать. Здесь я критически вообще никаких проблем не заметил. Да, он толком ничего не набил, но он вполне в себе туда вписался. теперь вот еще какой-нибудь не очень удобный режим. Например, мы сюда залетаем, здесь будет не все так удобно. Здесь не в цвет будет и ниндзя, и скилла окрыленная. В общем-то здесь могут быть очень большие проблемы в этом режиме. если прямо очень нужно вот закрыть 25-го Дракона. Это будет долго, это будет не совсем не везде удобно, но мы будем пробовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...